Ас-саляму алейкум! Мир вам! С вами Сергей и Амирхан. И как видите, у нас небольшие изменения. Да, у нас теперь появились, маша Аллах, такие крутые микрофоны. Да. Аль-Хамдул-Лля. Это наш первый подкаст. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки и распространять наши видео. Да. Бисмилля. Начинаем. Спонсор нашего показа – магазин мусульманской одежды «Ранья». Для мусульман, которые предпочитают закрытые и скромные наряды. Приглашаем вас на приятный шоппинг мусульманской одежды от «Ранья». Пророк Али и Саляту Ас-салям сказал, что поиск знания является обязанностью каждого мусульманина. Поэтому мы пригласили сюда, к нам в студию, гостя, который посвятил часть своей жизни, по крайней мере, поиску знаний. Который выпускник Исламского Мединского университета, магистр шариатских наук Андрей Шистеров. Саламу алейкум варахматуллах. Валейкум саламу варахматуллах и баракату. Из чего хотели бы мы начать наш разговор – это расскажите немного о себе. Да, вот интересно, вы приняли ислам, украинец, который принял ислам. Окончили Исламский университет. Мало того, что не просто окончили, вы магистр шариатских наук. То есть таких людей не так много. Как вы добились этой цели? Ахвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения Его пророку Мухаммаду, всей семье и всем сподвижникам. А затем признательно за то, что пригласили меня на эту передачу. И, альхамдуллах, по милости Аллаха, более 11 лет занимался получением знаний в городе Медина, Саудовская Аравия. И, в первую очередь, конечно же, это по милости Всевышнего Аллаха. То, что я принял ислам – это самое большое, важное событие в моей жизни. Так же, как и в жизни каждого новопринявшего мусульмана. После этого я закончил Киевский политехнический институт. И мне предложили поехать на учебу в Саудовскую Аравию. И, конечно же, в этом заслуга после Всевышнего Аллаха моих родителей, которых я бы хотел очень поблагодарить за то, что они меня поддержали, не будучи мусульманами. Они были со мной с самого первого мгновения и до самого последнего конца, пока я не завершил учебу, 11 лет, они меня поддерживали. После этого я хотел бы поблагодарить свою семью, свою супругу, своих детей, которые терпеливо ожидали. И терпеливо жили со мной большую часть обучения. И из-за каждого мусульмана, который меня словом и делом поддерживали на этом нелегком, непростом пути получения шариатских знаний. Вообще-то удивительная ситуация, когда родители не мусульмане, они всячески поощряют и помогают, чтобы он вот едь, учись, да? Пусть Аллах наставит. Такое вообще бывает? Да, конечно, я думаю, не единственный пример. Более того, в прошлом году я их пригласил к себе в Медину, когда была такая возможность. Они провели две чудесные, я надеюсь, недели. Мы побывали в мечети пророка, мир ему, побывали на море, побывали на уроках у известных шейхов. Несмотря на то, что отец, конечно же, не владеет арабским языком, но получилось погрузить их в такую атмосферу приятную. И до сих пор они очень позитивно отзываются о Саудовской Аравии, в общем, и о Медине в частности. И в том числе о людях, потому что они увидели определенное проявление, которое здесь никогда не встречали. Гостеприимство, щедрость, приветливость и так далее. В общем, Восток такой. Восток дело тонкое. Это не Восток, это, в первую очередь, ислам сделал этих людей такими. Ну правильно. То есть восточных людей такими. Машалам. Хорошо. Почему вы вышли на путь требования знаний? Конечно же, путь любого человека в ислам, он отличается. То есть каждый приходит в ислам по-своему. У кого-то окружение, у кого-то друзья, у кого-то работа, у кого-то путешествия. Кто-то, размышляя над окружающим его миром, приходит к пониманию того, что ислам является правильным путем ко Всевышнему. Так же было и в моем случае. У меня не было друзей, какого-то окружения мусульманского. Но начав читать какие-то определенные книги на этапе своей юности, книги религиозного характера, которые здесь приняты у нас, я увидел определенные несоответствия, нестыковки, ошибки откровенные. И я понял, что эти ошибки не могут быть от Всевышнего Создателя. Всевышний Создатель не ошибается, и он дает только правдивую информацию. И тогда я начал искать истину в чем-то другом. И методом исключения остался только ислам. И получилось так, что общаясь с мусульманами удаленно, в то еще время 2000 год, тогда были другие виды связи, был дайл-ап интернет. Если помните, когда связывались по интернету, то телефонная линия была занята, и дозвониться было невозможно. И вот так вот общался, и со временем я принял ислам. После этого нашел мечеть и стал ходить в эту мечеть. И несколько лет своей жизни я сталкивался с определенными направлениями, которые приписывают себя к исламу. И у этих направлений всегда были какие-то неясные вопросы, то есть сомнительные. Когда тебе говорят, что вот так-то правильно, но ты все равно сердцем чувствуешь, что это не совсем так. Не соответствует Курану и Суме. Что-то не то, да? Что-то не то. И вот чтобы разобраться в этих всех вопросах, лично для себя, чтобы устранить свое личное религиозное невежество, в первую очередь я отправился для получения знаний. Потом намерение также устранить это невежество от своей семьи. Потом от своих родных, близких, от своего общества по мере собственных возможностей. С таким намерением я оказался на пути получения исламских знаний. Может быть, был человек, который он сподвигнул к этому? Да, конечно. В то время я работал, прежде чем поступить в Исламский университет города Медина, я работал в известном проекте, который назывался «Исламиндекс». Очень известный, полезный мультимедийный проект. Быть может, пионер даже в свое время, можно сказать, в сфере исламского контента. И у нас была хорошая команда, хороший руководитель, я ему очень признателен, Нусама Тураби, очень хороший специалист, хороший администратор, просто хороший мусульманин. Он меня направил, в принципе, на такую идею, что можно поехать учиться в Саудовскую Аравию. Для меня это казалось чем-то немыслимым, для него это было чем-то обыденным, потому что у него были связи, были знакомые. И он сказал, отправь по интернету, пока тебе еще нет 25 лет, отправь и попробуем. Ты ничего не теряешь. Я отправил зимой, мне стукнуло 25, и летом уже пришел ответ, что вы приняты, поздравляем. По поводу «Исламиндекс» мы немного отклонимся от темы. Это, да, в свое время был очень такой серьезный сайт, то есть очень много информации на нем было. Что с ним произошло, почему его сейчас нет, почему он не развивается? Как и любой проект, «Исламиндекс» нуждался в двух основных составляющих. Это хорошая команда и хорошая материальная поддержка. Когда начало хромать что-то одно и что-то другое, то естественным результатом стало то, что этот проект перестал существовать, либо трансформировался в другие проекты, потому что так получилось, что с финансированием были сложности. Финансировались, естественно, не подписчики этого канала, потому что раньше такого не было, что подписчики могут донатить. Раньше и Ютуба не было. Ютуба не было как такового, да, нет всякого сомнения. И, получается, те люди, которые поддерживали, они уже не смогли поддерживать этот канал. Плюс команда, она разъехалась кто куда. То есть я поехал на учебу. Другой человек, который также со мной был в команде, он тоже со временем поехал на учебу. И получилось, что и команда распалась. Но отношения при этом остались очень хорошие. Машала. Вообще, хотелось бы обратиться к братьям и сестрам, которые нас слушают, что действительно в современном мире сейчас делать продукцию качественную, это непросто, это занимает много времени. Многие могут подумать, ну что там взял, там снял, и все. На самом деле это занимает много времени, и это становится основной работой. Да, да, вот-вот. Поэтому, да, да, вот-вот. На нашем примере это понятно. Во второй раз уже записываемся, субханам. Поэтому, когда вы видите, что какие-то исламские каналы просят вас, чтобы вы дали какой-то донат им или так далее, это не потому, что они хотят забрать ваши деньги или обогатиться за ваш счет, а потому что реально, реальность такова, что сегодня качественный контент, он стоит денег, стоит времени, знаний и так далее. То есть реально люди вкладываются. И посмотри даже на этот ислам индекс, да, то есть был реально хороший проект, финансирование прекратилось, и его больше нет. Да, особенно жалко, да, конечно. Поэтому обращайте внимание на эти вещи, и даже если вы будете, вы знаете, если вы пожертвуете даже какую-то мелочь, да, там даже, не знаю, там 10 гривен, но когда если каждый, да, из миллионов человек пожертвует 10 гривен, то это уже будет большая сумма, и от этого будет большая польза, это будет развитие нас, наше развитие. То есть сегодня медиа, они очень сильно влияют на умы, правильно? И если мы сами не будем это все финансировать, сами все это продвигать, то мы просто будем слушать тех, кого продвигают там, я не знаю. Кто-то другой. Кто-то другой, да. И такой вопрос, вообще, как было на учебе? Как оно? Когда приезжаешь, это же другая страна, да, за границей, другой климат, другие люди. Особенно первый год. Да, вот особенно первый, как это было вообще? Из семьи. Конечно, поначалу, когда отправляешься в такие путешествия, это розовые очки, розовые мысли, розовая реальность. Медине живут сахаба, да? Да, да. Ходят по земле медины-сподвижники, и ты ожидаешь от окружающих того же, чего ожидаешь от самого себя, а ты в начале этого пути, ты, грубо говоря, как по облакам ходишь, вот так вот, не касаясь земли. В начале, да, это некая романтика, юношеский максимализм, а в реалиях это лишение, это порой голод, порой долги, порой сложности, и это сложный, тернистый путь, именно поэтому посланник Аллах, саламу, обещал за этот путь рай. Потому что в известном хадисе говорится, кто отправится в какой-то путь для того, чтобы получить знания, ученые объясняют шариатские знания, то Аллах облегчит такому человеку путь в рай. Это не просто так, рай это не простой товар, который можно купить где-то в магазине, в супермаркете. Рай это такая штука, за которую стоит положить всю жизнь, всю свою жизнь, будь то твое финансовое благосостояние, или будь то твой интеллектуальный потенциал, либо же будь то твоя физическая жизнь. Поэтому путей в рай очень много, одним из которых является получение шариатских знаний. Но подчеркиваю, что получение шариатских знаний для некоторых стало самоцелью, чтобы называться шейхом, получить диплом, чтобы его уважали, целовали ему лоб, руку, приносили деньги. Этого нельзя делать в исламе, потому что в исламе шариатские знания, они не являются целью, являются средством доведения слов Всевышнего Аллаха и его посланника, мир ему. Поэтому каждый, кто отправляется в это путешествие, он должен скорректировать свое намерение искренне ради Аллаха, не ради каких-то мирских благ. И также правильно в соответствии с сунной ехать в те места, ехать к тем шейхам, к тем ученым, где получают правильные знания по вероубеждению, правильные знания по сунне и так далее. Учиться ради того, чтобы учиться, да, как говорится? Это неправильно. Да, вот это неправильно. Хорошо, шейх, я как бывший студент Египта. Бывших не бывает. Знаю, что вы тоже учились в Египте. Разница учебы между Египтом и Саудеем какая? Разница в самой учебе, она, в принципе, присутствует. И разница в условиях учебы, скорее всего, она колоссальная. Это разница в условиях учебы. Потому что кто хочет учиться, он будет учиться в любом месте, в Йемене, в Сирии, не в нынешних Йеменах и Сирии, я имею в виду раньше, когда... Лучше скажем про Мавританию. Да, лучше скажем про Мавританию. Он будет учиться даже в Мавритании. Да, в Судане и Мавритании. А кто не хочет, тот и где-то в США не будет учиться. Но сама программа, конечно же, она очень отлажена в Мединском университете. Потому что это целая, как говорится, система, которая была разработана 50 лет назад большими шейхами, ученым, шейхом Бин Базом, рахима Аллах, другими шейхами, Мухаммад Али Амин Аш-Шинкиты. Аль-Албани. Да, Аль-Шинкиты Аль-Албани в том числе. Поэтому это большой труд, который дает свои плоды вплоть до сегодняшнего дня. Если мы посмотрим Египет, то там больше свободы и в то же время меньше систематизации. Кто был в Египте, понимает, это больше свободы, у которых есть свои плюсы, свои минусы. Свобода привлекает всех и всегда, но туда не всегда попадают на эту землю достойные, правильные люди. В том числе это сказывается на способе обучения. Я встречал ребят, которые спали днем, а ночью они не знали, чем заняться. Это в Египте было. Но таких же ребят я встречал и в Медине. Из этого делаем вывод, что неважно, где человек учится, важно его намерение, его стремление. Правильно. Конечно, в Египте сложно было физически, но это был начальный этап пробный, так скажем. Учился Марк Казафаджири. И учеба была поставлена очень хорошо, потому что мы учились на платных курсах для иностранцев. У меня в классе было человек семь, из которых половина была из США. Были не мусульмане в том числе. То есть, соответственно, там была отдача максимальная со стороны преподавательского состава. Мы прошли за один месяц два тома. Ничего себе, так бывает вообще. И это было очень эффективно. За один месяц? За один месяц. За месяц два тома первых. Представь себе. За месяц два тома. Это 60% вообще. Это ускоренный получительный курс? Это был ускоренный, очень концентрированный курс. И при том, что первый том у нас уже отобрали, что мы первый том уже как бы знали. Ну, конец первого мы захватили и дошли до середины третьего. То есть, грубо говоря, это сумма два тома. Подожди, подожди. Это те, то есть, три тома ты имеешь в виду? Я имею в виду три тома. Сейчас новые вышли, другие. А так три тома раньше было. Конец первого и начало третьего все это за один месяц мы оселили. Это довольно-таки быстро. Мы когда учили в Иордании, было за четыре месяца один том. Нет, Марк из Фаджере. И вот я тоже там учился, семь курсов закончил. И мы как раз три тома прошли за семь курсов. Это семь месяцев. Можно растягивать. Но когда ты приехал, оставив все ради этого месяца, ты не поехал куда-то на отдых, а поехал именно туда, то ты хочешь и, соответственно, отдачи такой со стороны учителей, и ты сам отдаешься. Поэтому кто как. Кто-то может год пробыть в Египте. И ничего не выучить. Да, ничего не выучить. То есть, когда говорят, он был 10 лет, это не показатель. Согласен. И его диплом не показатель. Показатель — это совокупность факторов. Сколько он был, диплом, у кого учился, и как он эти знания сейчас передает. Это очень важно. Это и есть сама цель — передавать эти знания дальше. Потому что сколько он 10-20 лет... Я встречал людей, которые живут 20 лет в Медине, а по-арабски знают 10 слов. Не будем, да, называть. Это работяги, таксисты, еще кто-то, которые приехали не ради получения знаний, но которые, к сожалению, 20 лет живут, а говорят, «Моя твоя не понимает». Что касается вообще адабов, требования знаний, есть же какие-то правильные... Что можно выделить? Это крайне важно. Этикет получения знаний. Наши праведные предшественники и наши нынешние шейхи, они рекомендуют, прежде чем приступать к изучению знаний, именно когда мы хотим брать из рук ученых, не просто где-то по интернету, а в реальных знаниях, мы должны обладать определенным этикетом. Терпение, уважение к шейху, возможность слушать, возможность слышать, достойно выглядеть. Внешний вид, когда ты сидишь перед шейхом, ты не можешь прийти в какой-то футболке и в шортах. Ты должен выглядеть соответствующе. Разрешен на факультет арабского языка. И факультет арабского языка не исключение здесь. Это предвзятое отношение. Ну хорошо, хорошо. Ты хоть раз был на факультете арабского языка? Был, конечно. Как там ходят? Нет, там нормально ходят, на самом деле. Это нормальный факультет. И, кстати, мне интересно было, что те преподаватели, которые на факультете арабского, они довольно-таки религиозные, ну, они такие муаддаб, знаешь, то есть от них вот... Воспитанные. Да, воспитанные все, они очень аккуратно, с тобой очень аккуратно разговаривают. Не предвзято. То есть это не все, но я такое видел. Это мы говорим о периоде нашего обучения. Сейчас что происходит, мы за это не отвечаем. Как я знаю, в Медине учатся много разных национальностей, с разных стран приезжают студенты, и у них бывают, скорее всего, разные мазгабы, разные какие-то взгляды на жизнь. Как это не мешает? Разный менталитет. Да, разный менталитет. Как это вообще? Общение между собой. Не бывают конфликты какие-то? Как это все, как это можно все пережить? Я сейчас вижу три вопроса. Первый вопрос мазгабы, второй менталитет, и третий конфликт. Давайте с менталитетов и конфликтов. Конфликтов не бывает, потому что все приезжают туда, все мусульмане, и все-таки скидка есть на некое братство, поэтому каким бы ни был менталитет одного человека, он все-таки делает скидку своему брату-мусульманину. Поэтому да, конфликтов нет, но если даже кто-то хочет сделать конфликт, для этого есть там внутренняя администрация, есть определенные, как это регулируется. За все время, за 10-11 лет пребывания в университете было все лишь несколько конфликтов, на которые мог бы обратить внимание, за 10-11 лет. Все остальное, это в принципе хорошее, тихое, спокойное сосуществование, братство и так далее. По поводу мазгабов, никаких проблем нету, все мы приезжаем изучать шариат, будь то его основы, или будь то его ответвление. И особенно те, кто в начале, у них есть максимализм, они пытаются всех переубедить, всех затянуть на свое мнение, но когда он уже понимает, что все-таки исламский фиг, в частности, он не такой узкий, как он себе представлял, то с ним можно уже легче общаться. Как говорил Алама Шафи, я могу переубедить ученого, но невежда одолеет меня. То же самое и здесь, можно сказать, что те, кто в начале пути, они максималисты, более горячие губы. Наверное, потому что ученый, он все-таки хочет узнать истину, а невежда просто хочет доказать, что он прав. То есть в этом... Поэтому проблем нету. Более того, когда изучаешь шариат и изучаешь исламский фиг, ты изучаешь даже не только четыре масхаба. Ты изучаешь в некоторых мнениях семь мнений, в некоторых одиннадцать мнений. Мнение какого-то сподвижника, мнение загиритов, мнение, там, не знаю, платонитов, аиши и так далее. Потому что фиг, это намного шире, даже чем четыре масхаба, как может кому-то показаться. Поэтому нет, конечно же, никаких конфликтов на основе масхабов никогда не было. Альхамдулля. А здесь, кстати, вот бывает, да? Или нет? Это указывает на слабое понимание вообще вопроса масхаба. Вообще он... Тут две крайности. Одни отрицают масхабность как таковую, говорят, что она вообще не нужна мусульманам. И сами по-любому... А сами по-любому придерживаются какого-то масхаба? Конечно. Вот просто бери перевод Крачковского, перевод рядом с Алихин. Джамат Крачковского, да? Да. Свой этот выдумай там масхаб, короче. Другая крайность, это когда обязывать. Вот ты родился в Крыму, ты крымский татарин, шафит. Ты не можешь быть шафиитом, маликитом, вообще неизвестно. Хорошо, я украинец, я принял ислам. Какого масхаба я должен быть? Придумай свой сам. Но поэтому серединная позиция, кстати, про это очень много написано, очень много сказано нашими учеными, есть даже трудопереведенные на русский язык. В виде статей. Я лично переводил интересные статьи на эту тему. Поэтому серединная позиция, ее можно свести к следующему, что масхабы есть, это уже устоявшийся факт, в исламской традиции, если так ее можно назвать. И человек, по-любому, он должен какому-то своду правил в фикхе следовать. Он не может брать, почитать на русском, не зная науки арабского языка, не зная основы исламского права, не зная целей шариата, он не может априори делать какие-то шариатские выводы. Просто не может. По-любому он следует какому-то авторитету. первому, второму, третьему муфтию, какому-то студенту и так далее. От этого не избежать. Поэтому масхабы, это в принципе нормально, но если не переходит на крайности, что ему говорят, вот здесь истина, и человек понимает, что истина в чем-то другом, при этом все равно говорит, я все равно буду масхабу следовать, несмотря ни на что. Потому что так меня учили мои деды, отцы и так далее, потому что я с какой-то местности, и там только шафиит, или там только ханафиты, вот это уже порицаемое, это таасоб называется, слепое следование. Но если человеку кажется, что в его масхабе истина, и он этому масхабу следует, почему бы нет? Супер. Какое вообще напутствие тем, кто хочет поехать учиться? Это искренность. Искренность и терпение, искренность и намерение ради Всевышнего Аллаха и терпение. Как один сказал мой давний знакомый, который в свое время учился в Сирии, еще, может быть, лет 25 назад, он мне сказал, два слова дал напутствие, которое состояло из слов «Не жалей себя». Три слова. «Не жалей себя». И на этом, этим все сказано. Когда ты просыпаешься утром, тебе не хочется никуда идти на учебу. Когда ты приходишь вечером, у тебя голова где-то там, со своей семьей, в своей стороне, со своими проблемами. Ты должен от всего этого отстраниться и не жалеть себя. Помнить, ради чего ты вышел на этот путь. Помнить ту награду, которая тебя ожидает. Помнить тех людей, которые в тебя поверили, которые тебя поддержали, которые тебя ждут там завтра, чтобы ты им привез багаж этих знаний. Это очень важно. Поэтому это все нужно помнить и не жалеть себя тому, кто вышел на этот путь. И я бы, наверное, еще добавил в плане, о чем было сказано ранее, что не ожидать, что ты приедешь в место, где вот-вот недавно жил сам пророк, алейки саляту ассалям, и остались вот его сподвижники. Да, это речь о Медине, в частности. И о Мекке в том числе. Это о всех странах, на самом деле, так. То, что там тоже люди, они тоже там, грубо говоря, обычные. Да. Вот. Абсолютно верно. Тем, кто приехал за учебой, получит учебу. Тем, кто приехал за чем-то другим, получит что-то другое. Ликуллимри имманава. Каждому человеку будет то, что он намерился. Хорошо. Напутствие тем, которые хотят поехать учиться, но не могут. Сегодня в мир и в эпоху технологий все могут получать знания. В большей или меньшей степени. Конечно, знание, которое ты получаешь, сидя у ног ученых, оно не сравнится с тем знанием, которое ты получаешь, сидя у экрана компьютера. Но это не значит, что то знание, которое у экранов компьютера, оно ничего не значит. Нет, сегодня это не так. Если сегодня огромные библиотеки, которые раньше занимали целые комнаты, их можно запихнуть в один маленький телефон. То же самое и со знаниями. Можно их и нужно получать удаленно. Почему бы нет? Но с другой стороны, да, ты книгу прочтешь, послушаешь какую-то лекцию, урок, но именно когда ты общаешься с шейхом, ты же слушаешь, как он говорит, что он говорит, какой у него адапт, да, то есть как этот этикет перенять, если ты находишься просто по ту сторону экрана. Очень просто. Это должен быть живой шейх, который дает живой урок. А, ну ты же не будешь с ним 24 на 7. Нет, и в Медине ты тоже не находишься с шейха на 24 на 7. Попробуй шейху Абдульмухсину Абдульмухсинуя Баду попасть. Тебя не пропустит толпа туда к нему. Ну да, это по-любому. Поэтому реальная учеба, о которой мы сейчас говорим, которая может заменить не на 100%, но на 80% эту шарядскую учебу. То есть как человек может удаленно получить эти знания? Это не просто читать книги, сухие книги, которые тебя не исправят, тебе не дадут ответ на актуальный вопрос. И не просто проходить какие-то сухие тесты. Это еще и удаленное общение с шейхами, с учеными. Обязательно, когда ты получаешь знания, должна быть определенная контроль со стороны шейха. Поэтому да, ты можешь один раз в неделю с ним видеться и проходить тафсир, хадис, акиду, но это будет живое общение. Это обязательно. То есть это как раз может возникнуть вопрос такой, что ученые раньше порицали людей, которые берут знания из книг. Но сегодня это не только из книг. А сегодня, если ты онлайн берешь, это уже не похоже на это. В принципе, это... Конечно. И оно заменяет на 80% по моим субъективным ощущениям. А не считается это как бы нововведением онлайн обучения? Конечно нет. Так же, как и азан, который произносится с громкоговорителем, не считается нововведением. Это васайль. Это средства, которые меняются от эпохи в эпоху. Опять же, братья, напоминаем вам, чтобы вы не забывали оставить комментарии. И сестры. Шейх подсказывает и сестры. Оставляем комментарии. Ставьте лайки, жмякайте колокольчик. И мы приступаем к нашей последней интересной рубрике. Это Блиц опрос. Да, Блиц опрос. Кратко объясню, что это такое. То есть я задаю, мы задаем вам вопрос, вы на него коротко отвечаете. Одним словом или одним предложением. Вот так вот. Или no comment. Или no comment. Обязательно. Да. Итак, первый вопрос. Почему вы не остались там, а вернулись в Украину? Потому что я ехал получать знания туда, чтобы все равно вернуться к себе домой. Все равно призывать тех людей, которые вокруг меня. Будь то свой народ или не свой народ, любых людей, которые будут на моем пути. Я хотел призывать и доносить им ту истину, которую я почерпнул из тех краев. Понятно. Хорошо. Какой у вас мазхаб? Мазхаб имама Ахмада. Машалла. Ханбалицкий. Ханбалицкий. Любимый аят или хадис? Когда твой Господь сказал, взывайте ко мне, я отвечу вам. Почему? Потому что это актуально для нашей жизни. Всегда и везде. Мы нуждаемся во Всевышнем Аллахе и порой забываем о том, что Он лучше знает о наших нуждах, чем те творения, к которым мы порой обращаемся. Чем наши родители, чем наши родные, близкие, чем наши друзья. Тем более люди могут отвернуться от тебя. Люди не любят, когда их просят. Всевышний Аллах любит, когда его просят. Поэтому мы нуждаемся в понимании этого аята везде и всегда. Какой ваш любимый шейх? На самом деле, что такое шейх и что такое любимый? Шейх — это человек, обладающий знанием, который приносит тебе пользу в религии. И таких людей в моей жизни очень много. Таких людей я встречал и знаю, и получаю от них знания очень много. Но первое, кто приходит в голову, это шейх Салих Синди, с которым я несколько лет провел, изучая его книги по вероубеждению в мечети пророка Салла Салям Медине. И затем в Исламском университете очень хороший шейх, кстати, который также тебе преподавал, Сергей. Да, я помню это. Ты очень хорошо помнишь. Хороший опыт был. И очень принципиальный шейх. Да. Очень принципиальный. И который вот, как есть, так все и говорит. Очень литературно излагает, при этом его язык очень понятен. И он как-то на уровне со студентами. Вот отличие, разрыв между студентами и этим шейхом, он, мне кажется, минимальный. Он существует, потому что должна быть определенная дистанция между шейхом и студентом, но эта дистанция минимальна в его случае. Маша Аллах. Ну, вообще, я думал, что будет шейх Джарбо. Шейх, да. Шейх Абдулла Аль-Джарбо. Почему не он? Он также относится на уровне с шейхом Соли Хамсинди. В некоторых вопросах даже больше, потому что он нам открыл глаза в свое время на важные вопросы, которые мы приняли и поняли, и приехали сюда также их объяснять. На самом деле, этот шейх, он является мухаккаком в вопросах имана, в вопросах акиды. Он разъясняет такие вопросы, на которые многие ученые либо не дают ответ, либо же еще, возможно, не пришли к их правильному пониманию. Вопросы веры, вопросы не так же неверия. Очень важные, щекотливые вопросы, но от которых мы, как мусульмане, никуда не можем деться. Мы должны их знать и с мудростью их воплощать в нашу жизнь. Поэтому, да, шейхом лично у него дома около четырех лет я также занимался. и сейчас стараюсь также онлайн его уроки, его записи слушать. Было ли страшно, когда первый раз зашли на Минбор? Все новое дается человеку с опаской всегда, потому что человеку трудно выходить из зоны комфорта и в основе своей, да, я бы сказал, скорее всего, да, было страшно, но не из-за того, что была перед тобой публика или ты не был уверен в себе, из-за того, что это был некий новый опыт именно из-за этого. Скорее всего, да, было страшно. Что бы вы пожелали нашим зрителям? Я могу и хочу пожелать зрителям крепкого имана, правильного имана, и чтобы они, если не знают, спрашивали обладателей знаний. И в данном контексте не подразумеваю себя, я подразумеваю очень больших, важных шейхов и ученых, чтобы наши зрители не слушали каких-то неизвестных людей, неизвестных призывающих, а слушали именно больших ученых. И мы являемся теми людьми, которые учились у этих ученых и являемся некой такой прослойкой, которая готова доносить знания от этих ученых именно вам, дорогие зрители. Поэтому, если будут какие-то вопросы, лично, что я могу помочь, я буду очень рад. И также братья, являясь также студентами, без преувеличения этого слова, они тоже вам помогут и не шала. Изучайте свою религию из первооснов. Изучайте свою религию. С первоисточников. С первоисточников. Еще раз напоминаем, что у нас сегодня в гостях был шейх Андрей Шистеров, магистр шариатских наук, выпускник Мединского Исламского Университета. Признателен вам за приглашение и желаю вам всяческих творческих, если можно так сказать, и профессиональных успехов. Надеюсь, это не последняя встреча с нами. С озвольения Всевышнего. Подписываемся на наш канал, жмякаем колокольчик, оставляйте комментарии. Вассаламу алейкум варахматуллахи вабаракатуху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok